И всем привет, ребят! С вами Стрваник, я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересному событию, которое вы видите у себя на экранах. Сегодня у нас первый день новогоднего ивента. И появилась одна очень интересная новость, которую я, ну, даже если бы сильно хотел бы, не смог бы пройти мимо. Да, сейчас мы находимся на моем специальном аккаунте. Вы видите количество танкойнов, которые у нас здесь имеются. И у нас есть сегодня одна определенная цель, которую нам стоит проверить. Ну и помимо этой цели мы сегодня еще купим немножечко ультраконтейнеров в надежде, что нам выпадет фриз с пробитием, который по сути имеет два сразу статус эффекта. И если он нам упадет, то будет просто великолепно. Но ультраконтейнеры это одно. Главная цель сегодняшнего видеоролика, почему мы собрались, это вот эта замечательная вещь. И тут я... Следующий всем привет. Да, и тут я дам слово Артемочке. Тридцать пять тысяч! Тридцать пять тысяч! За скин-контейнер. Вы просто вдумайтесь. Тридцать пять тысяч! Скин-контейнер. Вчера мы сидели на стриме и обсуждали, сколько может стоить он. Ну сколько может быть? Кто-то сказал десять, кто-то сказал пятнадцать. Я для себя сказал, что ну пять тысяч это нормальная адекватная цена для скинов. Ну и плюс понимаю, что там может выпасть четыре тысячи. То есть четыре тысячи танкоинов может упасть с этого скин-контейнера. Но сегодня, проснувшись, открыв Дискорд, посмотрев скрины, я офигел. Я просто прозрел. Я... ну я не ожидал увидеть такую цену. Вообще никак. Но! 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 У нас есть одно большое но. Есть шанс. Есть. Он мизерный, конечно. И я в него не особо верю. Но! Мишаня, он же иммортал, сказал, что может быть такое, что с этого скин-контейнера выпадают все скины сразу. В это, конечно, тяжело поверить. Но чтобы это не просто поверить или там предугадывать, нам, конечно же, нужно его прикупить и уже самим убедиться, что же в нем на самом деле внутри имеется. Поэтому мы сегодня вместе с вами здесь и собрались. Если, ну скажу сразу, да, если там падает один скин и больше ничего, ну я не знаю, как тут адекватно высказаться. Да, то есть, ну это безумно большая цена. Безумно большая. То есть, ну за что? За что 35 тысяч? За что? За один скин? 35 тысяч танкойнов это, ну грубо, 12-13 тысяч рублей. Да, я не говорю сейчас даже про евро, да, не говорю там про доллары, да, там где-то 2,5 прайс сверху, да. Да, это, ну, литров так 30, может, 50 кока-колы, ну, чтобы вам в сравнении, да, взамен на один скин в игре? Ну, это же жестко, это очень жестко. Ладно, все, покупаем. А то я могу тут очень много базарить. Я поражен, просто поражен этой ценой, но для того, чтобы мы убедились, что же в нем, мы его покупаем. Это самый дорогой скин-контейнер, который когда-либо я покупал. Скинов здесь очень много, которых у меня нету. Но я почему-то уже сейчас уверен. Открывайте контейнеры, получайте скины. Каждый контейнер содержит один, один скин из линейок XT, Legacy или Prime, выбранный случайным образом из списка возможных призов. Приз определяется в момент открытия. 35 тысяч. 35 тысяч. Боже мой. 35. Вы просто понимаете, что такое 35 тысяч. 35. За один скин 35 тысяч. Ну, это Габелла. Это просто Габелла. Я не знаю, откуда взяли они такую цену. На Новый год. На праздник. На праздник. Цена 35 тысяч. За один скин. Не, не, не. Тём, ты что, гонишь? Гонишь сегодня. Я же сказал, что мы купим ультраконтов. И попробуем выбить приза. Ну, типа, ну, это вообще Габелла. Тём, что скажешь по этому поводу? Ну, только так. В двух словах и адекватно. Ну, так. Максимально адекватно, да? То есть, ну, ну, как-то там. Я понимаю, что хочется там. Но, ну, так, если адекватно. Не, ну, если так подумать, то раньше сколько? Касар был челлендж стоил и один скин. Ну. В нём ходил, но сейчас стоит 5 тысяч. Ну, нормально? Это вообще чем? При том, при том, что в челлендже, при том, что в челлендже, да? То есть, у тебя есть шанс посмотреть на него, да? То есть, ну, там скин, который тебе, например, не нравится, да? То есть, ну, вот скин не нравится мне, да? Ну, такой себе, неинтересный, да? И ты такой думаешь, ну, ладно, окей, неинтересный скин. Не буду его брать, не буду тратить свои танкойны, да? Тут, хоп, интересный скинчик. Плюс там наполнитель кристаллы, расходка, голды. Там была премочка ещё сверху. Были, что у нас там ещё? Устройства дополнительные, контейнеры, да? И ты плюс ещё сверху получал скин. Ну, как бы, ну, круто, 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 круто. А тут? Добрый вечер. Добрый вечер. 35 тысяч! Добрый вечер, здравствуйте! 35-очку, да? Ну, я, конечно, поражён. Я не знаю, ну, типа, ну... Откуда такая цена? Я не знаю, типа, ну, это неадекватные цены какие-то. 35 тысяч. Может быть, они ошиблись? Может, они хотели, там, не 35, а 5 поставить, а просто троечка приблизилась откуда-то. Но... Я не знаю, кто даже покупать их будет за такую цену. 35 тысяч. 35 тысяч. У меня эта цифра не уходит просто из головы. Ну и пока... Мы пытаемся выбить фриза нового. Я бы очень сильно хотел бы, чтобы он нам упал на этом видосе. Сюда! Дай сразу! Дай сразу! И всё! И дай сюда! Лям! Ну! Ну какой твинс магнетронных? А такого нет? Ну я ещё не выбивал их. Блин, ну, обидно. Вот сейчас бы сразу фриза дала бы, и было бы вообще скайпом. И мы бы уже могли бы не открывать дальше ультраконтейнеры. Сказать, что у нас уже выпало всё. И всё сразу very wonderful. Сразу всё very wonderful. Да, конечно, жёстко. Жёстко, жёстко. Я не думал, что я сегодня увижу такую цену и вообще буду записывать подобного рода видосы. Но пройти такой стороной я точно не мог. На такое внимание, конечно же, нужно обратить. Нужно, ну, как-то высказаться по этому поводу. Я считаю, что было бы неправильно, если бы я просто бы закрыл бы на такой момент глаза. Не узнал бы вашу позицию по этому поводу, да. То есть, ну, в комментариях, конечно же, пишите, что вы думаете по этому поводу. Да, 35 тысяч. Как вам? Цена 35 тысяч. Адекватная. О, кстати, зелёная довольно быстро пошла. Может быть, есть шанс на красная. Если сейчас даст красная, будет вообще супер. Есть шанс, Артёмка? Нет. Нету? А может, даст? Фиолетовая стока. А ещё один раз, да? Будет или нет? А, всё. Блин, ну, у нас ещё немного контов есть. Поэтому надеемся на то, что фрис упадёт. Это, ну, наверное, одно из самых интересных устройств в челленджах за последнее время. Я имею в виду фриз, который вышел сегодня. Ну и, дабы у нас видос тут уже не пару минут шёл, постараемся его выбить. Не так много ультракантов, конечно, имеется. Но, может быть, сейчас дропнет чё-то, чё-то, чё-то. И тогда мы уже вместе с вами сможем в ближайшем будущем записать видос с этим фризом. И посмотреть, насколько жёстко он нагибает в матчмейкинге. Последнее время, кто смотрит стримы, знает, что мы играем очень много в осаде. И вот как раз-таки в этом режиме я считаю, что этот фриз будет очень-очень круто себя показывать. Но, для того, чтобы проверить, как он себя будет показывать, будет ли он там нагибать, не будет нагибать, нам нужно его для начала выбить и протестить. Но, пока что, как вы видите, у меня его ещё нету. Блин, это получается, если бы у меня сейчас были бы вот эти твинцы. Там два твинца, да, у меня было не выбито. Если бы эти два твинца у меня были бы, то был бы хороший шанс сразу на фриза, да. Ну, такое. Плохо, конечно, что я не выбил до этого тех твинцов. Сейчас бы мы уже получили бы приходик хороший. Да, но всё равно, эта мысль 35 тысяч за скин-конт, это, конечно, у меня не уходит это из головы, я не знаю. Я не могу адекватно оценивать это всё. Я не могу. 35 тысяч за один скин. Да, с другой стороны, конечно, никто не заставляет покупать его, да, типа. Хотите купить, купите, получите бонус, да, получите приз. Да, не хотите покупать, никто не заставляет. Но сама цена, сама цена, да, за один скин 35 тысяч, но это очень жёстко. Это прямо очень жёстко. Может быть, это сделано с точки зрения того, что там есть скины, которые никогда уже нельзя получить, типа, по типу там того же Демоника, да. Демоник же скины нигде не падают, и они нигде не продаются в магазинах. Да, Тём? Ну, там Демоник скин, только вот Жига старый, который на холодном. Ну, да, 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 но я так понимаю, но её же... Она продаётся в магазине, если что. Продаётся? Да. А-а-а. Ну, тогда вообще мне непонятен прайс. Тогда мне вообще непонятно, почему такая здоровенная цена. А там же скины можно в магазине купить, да? Ну, да, можно просто. Там можно просто с витрины покупать скины по 9-8 тысяч. Мы можем даже быстро перейти посмотреть. Если я не ошибаюсь, то всегда здесь есть какие-то скины. Ну, почему-то сейчас нету. Сейчас у меня этот специальное тут предложение. Ну, тут вроде как всегда были. Вон, вместо этого специального предложения должно там всегда быть. Вот здесь, да? Да, по идее, да. Ну, вот. И там вроде как скины тоже продавались. По типу там всяких громов и прочих. Ну, и 35 тысяч. 35 тысяч. 35 тысяч. Сколько у нас еще ультракантов осталось? Я думаю, что уже должны заканчиваться, по идее. У меня было 200 с копейками. 200 с копейками. Ну, красная бы... Упал бы сейчас фриз! Было бы неплохо. Без фриза, конечно, уходить так себе. Не очень прикольно. Без фриза уходить так себе. Ну, что поделаешь. Если его, конечно, не даст. Сколько осталось контов? 100 контов еще есть. Это еще по пятнашке. Сколько открытий? Есть шансов. 6. 6-7. 7 шансов. 7 шансов. Ну, с 7 может быть. Даст. Если даст, конечно. Ну, а так, конечно. Насчет того, что не сделали скидки на контейнеры и ультраконтейнеры на Новый год. Мне кажется, что был когда-то год, когда скидки у нас появлялись. Нетем. Вроде как были скидки. Если я не ошибаюсь, то был момент, когда у нас сделали скидки и на обычные контейнеры, и на ультраконтейнеры. Сегодня у нас нет скидки ни на то, ни на другое. Есть скидка на кристаллы, есть скидка на звезды, есть скидка на голды, на все комплекты в два раза скидка. Но нужно понимать, да, что это, наверное, не то самое, что многие покупают. Да, может быть, есть ребята, которые покупают какие-то определенные комплекты. Может быть, есть те, кто покупают кристаллы. Но по большей части, я думаю, что у большинства игроков, которые донатят и которые заинтересованы в покупке чего-либо за донат, они акцентируют свое внимание исключительно на ультраконтейнерах. Да, и на... Ну, обычные контейнеры, наверное, нет, но ультраконтейнеры, да. И если бы, например, сегодня была бы скидка на них 50%, то я думаю, что у большого количества игроков был бы в этом интерес. Ну, и те спецпаки, которые сегодня еще есть у нас, помимо вот этого замечательного, да, за 20150 ультраконтейнеров, я тоже считаю, что это очень мало. И вообще, по моей логике, здесь должно было быть либо цена 15 тысяч, да, ну, 15, да, то есть, грубо говоря, эта цена была бы более-менее адекватная. Либо здесь должно было быть не 150 ультраконтов, а 250 ультраконтов. И вот этот вот замечательный комплект за 2000, я тоже считаю, что, ну, он дорого стоит. То есть, 10 ультраконтейнеров, 300 расходки и ядерная энергия в одном экземпляре за 2000, ну, тогда должно было быть хотя бы 15 ультраконтейнеров здесь, да, то есть, почему 10? Почему 10, если раньше были спецпаки, где было 15 здесь ультраконтейнеров? Да, если бы здесь было 15, окей, я бы тоже сказал то, что неплохо. Ну, а так, ну, такое, такое, наверное, не самые лучшие спецпаки, которые могли, в принципе, быть. Да, можно было придумать что-то более грамотное, более крутое и интересное. Ну, а так, по ивенту мы еще, конечно, ну, Артемочка там уже катает, я еще не играл ни одного боя, я не заходил в спецрежим, это я думаю, что я уже опробую на стримах, видос я там записывать, наверное, не буду. По этому поводу Артемка уже сказал, что там не очень интересный специальный режим, ничего там сверхжесткого нету в нем, поэтому сильно на него мы акцент не делаем. Делаем больше акцент на супермиссии, которые у нас сегодня появились. Ну и гараж тоже, кстати, довольно неплохо выглядит, довольно неплохо. Ну и по миссиям, по миссиям у нас что? По миссиям у нас, у нас каждая миссия по 9, и еще есть миссия вот эта вот замечательная, что тебе надо выиграть один бой и получаешь один ультраконтейнер, и если 17 дней подряд все это дело выполняешь, получаешь сверху еще 2022 танкоина. Вот это, кстати, очень крутая бонусная фича, с которой, например, на своем бездонат аккаунте смогу очень неплохо зафармить. Как-то, как-то так. Так, ну что, у нас осталось совсем немного. Последняя пятнашка, есть небольшой шанс еще выбить ультраконтейнеры, если уже вдруг... Ой, ультраконтейнеры выбить, говорю. Выбить новый фриз скин, если вдруг он нам не падает, то я думаю, что на этом мы будем потиху заканчивать. Пишите, ребяточки, в комментариях, что вы думаете по поводу скин-контейнера, да? Номинально, ну, наверное, это та тема, которая сейчас будет ходить везде. Многие очень будут высказываться по этому поводу, да? И я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что вы думаете по поводу этой цены? И, может быть, есть хоть один безумец, который напишет в комментариях, что он купит его, да? Если такой имеется человек, напишите, почему вы его купите, да, этот скин-контейнер. Ну, я не знаю. Наверное, 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 таких безумцев у нас нету. Поддерживайте это с лайком, подписывайтесь, друзья, на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok